В эфире программа «Законодатели». Здравствуйте, меня зовут Мария Владимирова и начнём традиционно с дайджеста парламентских решений. Наделить субъекты полномочиями в сфере искусственного воспроизводства ценных пород рыб. С таким предложением к председателю правительства Дмитрию Медведеву выступил депутат Собрания депутатов Нейнского округа Сергей Хабаров. Проект обращения он представил парламентарием в рамках заседания Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Внесение указанных изменений в федеральный закон позволит осуществлять искусственное воспроизводство водно-биологических ресурсов не только на основании соответствующего государственного контракта, заключаемого Федеральным органом исполнительной власти, но и на основании государственного контракта, заключаемого органом власти субъекта России. По мнению членов Комитета ПСЗР, участие субъектов в деятельности по искусственному воспроизводству водных биоресурсов будет способствовать эффективному выполнению запасов рыбы, повышению эффективности реализации государственной политики импортозамещения в рыбодобывающей отрасли. Парламентарии Нейнского округа ознакомились с работой инфекционного отделения Нейнской окружной больницы. Старое здание отделения, которое было построено в 40-е годы, не соответствует современным санитарным нормам и требованиям, предъявляемым к инфекционным отделениям больниц. Данная ситуация вызывает обеспокоенность и законодателя, и руководство органов исполнительной власти. Как заверили представители Департамента здравоохранения Нейнского округа, ими подготовлено обращение в правительство России о необходимости выделения дополнительных средств из федерального бюджета на строительство нового здания инфекционного отделения. В Нейнском округе разработан проект нового закона об оленеводстве. Документ ранее уже рассматривался на заседании администрации, по итогам которого была принята рекомендация согласовать проект со всеми заинтересованными органами власти и, прежде всего, собранием депутатов. Законопроект был обсужден на постоянной комиссии собраний депутатов по делам Нейнского и других малочисленных народов Севера экологии и природопользованию в декабре прошлого года. Новый законопроект устанавливает основы правовых отношений в области оленеводства, а также в области социальной поддержки оленеводов. Решением администрации региона законопроект одобрен и будет направлен в собрание депутатов в установленном порядке. Депутаты окружного собрания активную работу ведут и за пределами Нейнского округа, естественно, отстаивая и представляя интересы нашего региона. Одно из таких мероприятий – это 50-е юбилейное заседание Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которое прошло в Санкт-Петербурге. Участие от нашего округа в ней приняли несколько депутатов, и я приветствую сегодня в гости студии заместителя и председателя собрания депутатов Нейнского округа Татьяна Бадьян. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Как я уже сказала, прошла юбилейная Парламентская ассоциация Северо-Запада России. Вы представляли наш регион, вы возглавили делегацию, в состав которой вошли ваши коллеги – это Сергей Хабаров и Александр Лутовинов. Вот расскажите, пожалуйста, по какому направлению вы работали. Действительно, очень нужное мероприятие прошло в эти дни в Санкт-Петербурге. И я хотела бы прежде всего, что по поручению нашего председателя Анатолия Васильевича Мяндина, возглавив вот эту нашу делегацию, депутатскую делегацию нашего окружного собрания, мне вот запомнилась, безусловно, прежде всего, это состоявшая 1 июня встреча с председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным, на котором еще раз была подчеркнута важность каждого региона, важность парламентарской деятельности любого, даже вот далекого субъекта, к которому относится наш Ненинский автономный округ. Он подчеркнул, что впервые по Северо-Западу из 11 наших регионов в 8 происходят региональные выборы, которые совпадают с федеральными. Это означает, что мы все идем, собственно говоря, с одной темой, темой, которую озвучил наш президент. Это жизнь регионов должна быть стабильной, должна нацелена быть на развитие, несмотря на то, что все регионы Северо-Запада имеют свои особенности. Где-то есть крупный порт, как Мурманск, где-то есть пограничная зона, как у нас весь округ, да, где-то есть исторический комплекс, как Великий Новгород, мы можем сказать о значимости такого субъекта, как Ирхангельская область, его лесопромышленностью и так далее, и так далее. Но самое главное, все равно, это выработка региональных парламентов, общих тем, которые обсуждаются вначале на комитете. Что-то было у нас, вот Александр Ильич Шелтовинов на правовом комитете, например, еще раз поднял вопрос по поводу того, чтобы наш аэропорт стал узловым. Или Сергей Семенович Хабаров, известный в округе политик, патриот округа, который очень беспокоит рыбодобывающую отрасль, сельское хозяйство. Он работал на аграрно-промышленном комитете. Но после проведения этих комитетов состоялась та конференция, где как раз обобщался весь вариант. И, например, для меня очень интересны были предложения, которые вырабатывались на социальных комитетах. Я хочу сказать, что вот еще раз на встрече Нарышкина как раз основным акцентом было подведение итога праймериса. Еще раз было подчеркнуть, несмотря на то, что это потребовало определенную затрату бюджетных средств, именно такая форма общения, когда участники предварительного голосования, он, кстати, сказал, что праймерис-слово он не любит. Участники предварительного голосования, они не просто спорились друг с другом, они вели дебаты так, чтобы даже в решении этих дебатах обязательно было рациональное зерно. Зерно, которое могло бы лечь потом в основу законодательных актов, и самое главное, то, которое мы могли бы вот это услышать. Ну, не секрет, например, что сейчас очень много обсуждается оптимизация здравоохранительной отрасли. Это острейшая тема для нашего региона. Мы говорим о том, что в результате реорганизации, например, произошла часть, может быть, закрытия в аптечных пунктах. Об этом говорила Вологда, об этом говорила Коми. И особенно в труднодоступных населенных пунктах, где живут люди, купить вот лекарство, то, которое было прописано или которое понадобилось человеку, порой представляется очень сложным. Мы тоже помним, как у нас это было и какие трудности испытывали. Конечно, конечно. Поэтому, мне кажется, очень здравым было предложение от парламентариев Коми, и, безусловно, мы все поддержали, о том, чтобы возродить практику, которая была когда-то в Советском Союзе. То есть были такие автолавки, которым потребителям предлагалась фармацевтическая продукция. На сегодняшний день, когда велось это обсуждение, я высказала свою точку зрения о том, что такие передвижные аптечные пункты, реализацию которых обязательно нужно внести в федеральный закон, очень, наверное, удобные, когда выезжают на обслуживание, медицинское обслуживание, наши выездные бригады медицинские. У нас есть проект «Красный чум». Мы говорим о том, что, наверное, это и хорошо, когда санрейс в какой-то пункт летит, и чтобы там это было, людям уже сразу предложение. Это очень здравое, как раз для того, чтобы у людей было, понимаете, чувство защищенности государством. И это очень важно, когда в любом забытом поселке, казалось, он всегда чувствовал себя гражданином. Не только шли одни призывы, что ты приди на выборы и обязательно отдай свой голос за любовь. Поэтому заботиться надо о людях, о людях, может быть, и не всегда удобных своими вопросами, о людях, которые, может быть, порой и не всегда разделяющие точку зрения, скажем, парламентариев, да, но вот нужно находить вот эти коллегиальные точки, потому что у нас просто другого выхода нет. Чтобы, еще раз повторяю, сохранить вот ту задачу, которую поставил нам президент, развитие региона, стабильность, надежность, это очень важно. Ведь, опять же, Сергей Нарышкин отметил, что если в предыдущей, вот действующей Думе зарегистрировано 7 партий, а в нашем, скажем, парламентарии 5, да, то в будущей Госдуме, собственно говоря, уже участвуют в предварительном голосовании и в выборах уже 77, причем 14 даже не нужно собирать списки, то есть они настолько многочислены, настолько они уже прошли порог доверия населения, что выборы будут проходить так. Очень важно, отметил он, что будет по смешанной системе, то есть одномандатная округа для будущих депутатов Госдумы. Что это означает? Да это означает, конечно, высокую степень ответственности. Я, например, сама являюсь депутатом по одномандатному округу Городецкий, и я четко осознаю, что помимо ответственности мне, наверное, нужно очень активно работать именно на этом участке, потому что то, что вот мы пытаемся сейчас говорить о проведении капитального ремонта, о качестве ремонта, может быть, вы слышали, что буквально вчера прошел комитет нашего парламента, на котором, собственно говоря, неудовлетворительная оценка была дана фонду капитального ремонта. Ну и губернатор тоже дал мне удовлетворительную оценку. Конечно. Вы подумайте сами, 84% собираемости средств. Это ведь люди доверили этому фонду, правильно? И когда отчет за 11 год в субъекте 11 миллионов потрачено на капитальный ремонт, отремонтировав всего лишь три здания, и то в Наринмаре, да, а 35% содержания фонда, конечно, людям, наверное, нельзя найти оправдательных каких-то вот таких слов, чтобы все это оценить. Безусловно, обиды, разочарования, и стыдно смотреть, например, мне вот людям, которые живут в деревянных домах, вот на моем участке, да, впрочем, и на южные, и так далее, и так далее. Дом, там, где выгребные ямы покрыты мхом, и их ставят на ремонт там в 25-28 году, при такой работе фонда нам, конечно, здесь нужно очень серьезно все думать. Я еще раз считаю, что очень должен быть серьезный общественный контроль. Ну и вот в качестве примера хочу провести, что большая работа была проведена, в частности, нашими общественниками, экспертами региональному отделению штаба ОНФ, по которому, собственно говоря, вот как раз вошел наш региональный проект закона. Это о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям НАО, который сейчас до 15 июня представлен на общественное обсуждение, где чутко прописано, что запретить выделение многодетным семьям под дальнейшее жилищное строительство неподготовленных участков. Вот с одной стороны, по-хозяйски так оно и должно быть. Но, к сожалению, с 2012 года выделены участки, на которых люди не могут строиться. Видимо, надо еще вводить законодательное, потому что, может быть, найдутся потом элементы контроля закона, ответственности за невыполнение закона. Это уже, видимо, такой порядок. Ну, наверное, это грустно. Наверное, грустно, но, к сожалению, пока вот такая практика, чтобы не было, знаете, вот такой вилки или ямы между хозяйственничьим субъектами и законодательной властью, обязательно система общественных обсуждений, предварительного голосования для выбора будущего депутата, активизация работы деятельности общественной палаты. И, конечно же, вот такие встречи, как парламентская ассоциация, на которой не только в парадном Мариинском зале, в Белом зале мы вырабатывали вот эти общие решения, а это и встречи, так сказать, за кадром, когда мы можем поделиться опытом, когда мы можем серьезно находить вот поддержку друг у друга. Это очень-очень важно. Кстати говоря, про опыт. Вот какой опыт для себя может быть? Вы почерпнули законодатели Ненецкого округа. Я знаю, что выступали наши депутаты и с инициативами какими-то, да, которые тоже были поддержаны. А что интересного переняли для себя, чтобы можно было реализовать здесь? Ну вот смотрите, я, может быть, опять скажу, вот это про социальное, например, да, вот тема, которая звучала у нас, сейчас она, это ликвидация вытрезвителей. И не секрет, что мы же провели парламентские слушания, Александр Ильич проводил очень так их значимо, качественно. Мы, депутаты, ведь посещали места, где продают спиртное, участвовали в этих антиалкогольных рейндах и так далее, и так далее. Мы знаем, в общем-то, и разные отношения бизнеса к этому, к вопросу ограничения спиртного в период, например, проведения детских праздников, там 9 мая не прошло предложение. Наверное, можно всех понять. И, наверное, есть доля правды во всем, но гораздо-то больше правды это то, что, к сожалению, мы на сегодняшний день относимся к регионам в отношении потребления алкоголизма с нехорошей репутацией. И понятно, что здесь вот одним проведением депутатских слушаний нельзя определить, нужно дальше работать, поэтому наш окружной парламент поддержал, естественно, предложение других по Северо-Западу о том, что нужно вернуть или поставить на федеральное софинансирование строительства социальных объектов, которые занимаются профилактикой пьянства, которые могут оказать специализированную помощь человеку, требующему, и затем, чтобы дать направление для того, чтобы он получил уже медикаментозное лечение. Это всё должно быть очень грамотно. И эти ведь мы должны понимать социальные учреждения, не только по случаю того, когда привезли человека туда, правильно? Они должны, ещё раз я повторяю, очень проводить тонкую грань между массовым потреблением и так называемым приятным потреблением алкоголизма, понимать алкоголя. Или не путать, собственно говоря, проведение каких-то праздников с домашними и так далее, и так далее. Меня, конечно, очень беспокоит вот эта молодёжь по поводу того, кто скажет, мама, которая ведёт коляску и держит в руках вот это пиво. Да, введены законы. Но готовы ли мы к тому, что, ну, проходящий, скажем, человек сделать замечание, а может, он побоится хамского ответа. Вопрос очень серьёзная такая тематика, поэтому для России это актуально, это важно. Помимо, вот, я ещё раз говорю, законов патриотическом воспитании, мы занимаемся и этим. Серьёзно тема обсуждалась, и вот ещё раз повторяюсь, о капитальных сносах на капитальный ремонт. О капитальных сносах на капитальный ремонт. Да. У нас действительно предложение парламентария снизить на 5 лет. В регионе у нас 80 лет освобождены, но вместе с тем мы знаем, опять же, есть звонки по поводу того, что люди заплатили за капитальный ремонт, вынуждены платить, а потом им это возвращается обратно, да. Ну, вот с лесозавода звонили мои любимые, уважаемые педагоги, которые находятся на заслуженном отдыхе. И там была такая ситуация, что если они освобождены, то если они не в день-день, например, заплатили тогда как надо, то их вообще социальные выплаты были к нему на этот месяц. И трудно тоже человеку-то понять, если он освобождён, то при чём тут его заслуженные другие, конечно, пенсионные доплаты. Ясно, что здесь нужно нам дорабатывать, и поэтому то, что парламентарии попросили о том, чтобы 50% было 70 лет, а не 75, вот как у нас сейчас принято, безусловно, мы только это поддерживаем, безусловно, мы будем работать над тем, чтобы понятие капитального ремонта как общей вот этой суммой на то, чтобы твоё жилище было грамотно оформлено, твоё жилище было надёжным, тёплым. И, собственно говоря, с тем, чтобы у людей было чувство того, что он сейчас это свои отчисления идёт, он потом отдаст это жильё, которое он сможет передать детям, потому что останется в его семье, потому что всё-таки мы же, ну, все очень земные, и мы же не те вот дуванчики, может, которые так вот, особенно для нас северян, это очень для жителей Ленинского округа, там, где извечна эта тема свой-чужой, и вот очень так вот это развито, да, и поэтому мы хотим вот приобретать, собственно говоря, богатство, прирастать им, а что в этом плохого? Тем более ещё раз вот подымалась, например, эта и тема создания вот агропромышленных комплексов. Активно вот это есть же у нас таковое понятие, как агенция стратегических инициатив, где и Нинецкий автономный округ должен носить вот такие серьёзные инвестиционные проекты. Посмотрите, вот строительство какой-то школы, детского сада, инвестиционный проект в условиях Крайнего Севера это серьёзные деньги, но для этого необходимо знать, что из себя будет представлять с точки зрения методической школы или детский сад, вплоть до того, что через три года школа будет вводиться, кто там будет директор, какой будет кадровый состав, будет ли там два языка, будут ли созданы условия для инвалидов, а может быть, это будет школа здоровья, а может быть, это будет спортивный класс развиваться. Так под это надо и базу создавать. Не так, чтобы строители построили... Но просто построили? Конечно, выделим деньги, построили, а потом начинаем начинку. Так ведь не бывает, потому что мы всё равно, сейчас покупая конфету, нам, конечно, и внешний вид нужен, но мы уже и научились разбираться, что там за содержание, если там пальма, масло или ещё какой-то натуральный орех. Конечно, конечно. Это ведь и есть качество. Потому что можно, конечно, всё как всегда. Построили, ещё раз говорю, а потом спохватываемся, что оказывается, там не хватает беговой дорожки или ещё что-то такое, или цветника. Потому что есть учитель биологии, который очень любит разводить цветы, а у него кабинет биологии с окнами на север. Должны учитываться все особенности. Конечно, конечно. И поэтому вот очень тесная такая связь от населения, встречи, депутатские встречи, ещё раз повторюсь, вот такие парламентские выезды, может быть, безусловно, общественное обсуждение. Они дают вот эти все инициативы снизу, а уже потом компетентность, конечно, как и органов исполнительной власти, так и законодательной, это приводить в соответствующую форму. Есть закон, к нему должно быть грамотное постановление. Вот посмотрите, сейчас мы знаем, что авиакомпании изменили свой тариф в отношении багажа. То есть одно, например, один чемодан, ну, скажем так, до 23. Либо вовсе без чемодана. Да, или вовсе без чемодана. Или... А что делать с оплатой льготного проезда, там, где у нас стоит 30 килограмм? Да. Это уже сейчас не работает, потому что, ну, вот я помню, когда-то было и 20 килограмм, но раз льготный проезд, мы еще могли что-то в руках там пронести, и нам это доплачивали, да. Сейчас же 23 плюс 10, скажет, или вовсе без багажа. Поэтому 30 килограмм уже не актуальны. Поэтому вот администрация, например, в порядок обеспечения льготного проезда людям с тем, чтобы не было вот этой сложности в бухгалтерском отчете, а ведь это, опять же, может быть, обида, знаете, человека вот на все это. Ну, вовремя, наверное, тоже вносит вот эти предложения. Вроде бы мелочь, но через два года нам всем это приятно, когда мы имеем какую-то ясность, правда? Конечно. Татьяна Николаевна, парламентарии Северо-Запада, безусловно, поддерживают очень важные, очень актуальные законопроекты. Какова их дальнейшая судьба? Да, спасибо, Маша. Вы сказали, вот после конференции, на которой было 16 законопроектов, причем среди них 4 было только предложения, скажем, вот и наше предложение Кинецко-автономного округа, и мы понимаем, что нам нужно больше работать не только предлагать, а нужно оформлять это в виде законопроекта. Они все идут в адрес правительства или в адрес Государственной Думы. Поэтому я считаю очень важным, когда вот перед этой конференцией была, собственно говоря, встреча с председателем, который, конечно, еще избирается, но у него очень хороший результат по Ленинградской области. На этой встрече присутствовал и губернатор, который как раз говорил о важности, губернатор Ленинградской области Дражденко, который тоже говорил о важности вот этого взаимодействия регионального парламента и администрации региона. И, конечно же, надеемся, что в Госдуме это обязательно другие регионы подключаются к этой работе, и мы получим конечный результат, о котором, собственно говоря, намекают регионы. Я хотела бы отметить, что ведь в этой парламентской ассоциации основной комитет по коренной малочисленной народной серии, которого возглавляет Ольга Федоровна Каменева, он создан по инициативе нашего губернатора Игоря Викторовича Кошина. Имя нашего в то время спикера собрания, имя сенатора вспоминалось на конференции с добром, с улыбкой, и отмечалось огромный вот такой вот, знаете, поисковый характер решения многих проблем. И то, что вот ассоциация, например, по коренной малочисленным народам сегодня плотно, не ассоциация, а комитет, да? Плотно сотрудничает с другим комитетом. Комитет по туризму и культурной политике. Ну, согласитесь, идентичный, правда? Да. Я думаю, здесь будет гораздо больше пользы о том, чтобы вот наши знаменитые водопады и каменный город всё-таки протолкнуть под федерального значения, чтобы помочь органам исполнительной власти войти очень плотно в серебряное ожерелье России. Ну, и самое главное, я бы, может быть, вот и хотела всё-таки отметить важность такой момента, как сохранение этноса, строительство. Вот новый такой форт у нас есть, например, Рустозерский острог, который покажет именно культуру и привлечёт туристов сюда. И, собственно говоря, ещё раз отметить о том, что вот на такой северной земле и старое обрядчество, и наше традиционное действие РПЦ очень между собой дружны, очень уважительно, потому что, ещё раз повторю, главное – спокойствие и стабильность региона. Вот, кстати, зависит ли место проведения от принятия решений заседания Парламентской социации Северо-Запада, то вот где проходит, зависит ли те решения, которые принимаются? Маша, очень народный вопрос, потому что, скажем, как вот проводить, скажем, комитет по социальной политике или по образованию, наверное, зависит, потому что этим очень сильна Вологда, этим очень сильен Санкт-Петербург, где есть высшие учебные заведения, где наработаны практики. Может быть, по туризму, безусловно, охарактерен каждый, скажем, регион, где можно показать возможности, да? Ну, почему бы не великий Новгород там, где действительно испокон государственности всё входило? Мне кажется, здесь помимо вот внешних атрибутов региона очень важна именно роль личностная парламентария, там, где сильная группа, сильный, значит, комитет по выработке каких-то решений, то там, как правило, и будет базироваться. Вот сейчас парламентскую ассоциацию возглавляет спикер Ленинградского собрания, бибениц Сергей Михайлович, а после Нового года, в 17-м году, так, по положению, переходит его заместитель, заместитель является Новожилов Виктор Феодосович, который возглавляет собрание, Архангельское собрание, областное собрание. Посмотрим, что здесь изменится. Но мне кажется, что всё равно острота вопросов по-прежнему останется, останется доброжелательность, останутся личные связи. Мы очень, по крайней мере, этого желали, потому что ведь чувство локтя, оно формируется годами. И не секрет, что порой даже самые сложные вопросы можно решить, ну, если хотите, даже из уважения друг к другу. Поэтому я хочу сказать, что мне хотелось бы, чтобы точно так же дружили наши региональные отделения. Ну, вот, например, я знаю, что у нас региональное отделение «Боевое братство», оно тоже хорошо дружит с региональными отделениями других по Северо-Западу. что, скажем, педагогическое собрание, ну, вот, нашего региона, наверное, надо усилить взаимодействием с тем же Архангельска, с Вологда, естественно, Санкт-Петербурга. Я знаю, что такое взаимодействие есть в Санкт-Петербурге между представительствами по Северо-Западу. Они вот там очень хорошо проводят и спортивные мероприятия, и встречи, и культурные программы. Это у них, конечно, отработано, например, молодежный форум «Ладуга», там, где, это же тоже по Северо-Западу регион, и там, где команды, участие детей готовят наши представители, они тоже вместе сотрудничают. Поэтому не надо раздражаться, что создается какой-то совет, что создается ассоциация, что проводятся мероприятия. Еще раз повторяю, что, конечно, они затратны, допустим, там, на билет, на проживание. Но это правильно. Это, собственно говоря, цивилизованная форма общения. И еще раз повторю, создание общеконцептуальных таких решений, которые выйдут в последнем виде какого-то определенного закона, который будет формировать всю нашу обыденность. Это совершенно правильно. А где тогда пройдет следующее заседание, если мы говорим? Словие было определено. На конференции как раз было представлено, что в президиуме входят только председатели собраний. И следующее заседание будет определено в Пскове. За это проголосовали единогласно. Хочу сказать, что, безусловно, это определенная ответственность региона. Ведь это должно, еще раз повторяю, и в СМИТе собрания присутствовать. И, собственно говоря, конечно, и культурная программа, которая показывает возможности региона. Ну вот в эти дни нам удалось побывать, например, на объекте защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения. И когда я посмотрела, вот лично для меня я совершенно стала уверена, что... Я и была уверена, но теперь еще больше укрепилось свое мнение о том, что мост через Керчь будет построен. И никто, и там просто нет мешает. Потому что это тоже для людей. И поэтому если сейчас вот мы вспоминаем историю петербургских наводений, эти страсти, да, и видим, насколько сейчас вот российская техника, наверное, в содружестве, конечно, с комплектацией, понятно, что и других стран, насколько подготовлен инженерный состав, насколько все грамотно, взвешено. Ну да, действительно, гордость и за северо-запас, и за страну. И финальный вопрос. Наша программа будет. А из чего будет формироваться повестка дня заседания, которая пройдет во Пскове? Это будут те самые актуальные вопросы на... Да, да. Ну актуальные вопросы, которые у нас звучали, как раз вот будет связаны с поддержкой КМНС. Там в отношении языков и введения квоты. В Пскове вот эта тема будет рассматриваться. Я думаю, что по-прежнему будет рассматриваться вопрос, связанный со статусом участников Великой Отечественной войны, с тем, чтобы, как и детям войны, во всех регионах, скажем, по северо-западу, был единый подход с федеральной поддержкой. Я понимаю, что правительство, наверное, опять будет относиться к этому сложно, скажем так, да? Но это общая, опять же, тематика. И полагаю, что квотирование рабочих мест для инвалидов тема должна быть стоять. Вот такой сложный, может быть, вопрос, конечно, об ответственности семей, которые берут приемные семьи. И по возможности потом, ну, так сложилось, что детей обратно отдают, чтобы здесь была определенная система. Какого-то контроля эти вопросы будут выноситься. Что ж, я вас благодарю за участие в программе «Законодатели». Очень обстоятельно мы с вами обсудили те вопросы, о которых говорили парламентарии северо-запада России. И будем теперь ждать, чтобы все-таки решение на высшем уровне нашло отражение в федеральных законах. Спасибо вам большое. Это была программа «Законодатели». Всего доброго, увидимся.